О том, как будет проходить чемпионат, рассказали представители Федерации фигурного катания на пресс-конференции. В Сочи за три дня соревнований будет разыграно четыре комплекта медалей. В турнире примут участие 36 представителей одиночного катания, 11 пар и 10 танцевальных дуэтов. Первых номеров в сборной зрители на сочинском льду не увидят. Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Аделина Сотникова пропустят российский чемпионат из-за травм. Турнир, который станет отборочным на февральский чемпионат Европы, как и в предыдущие три года, пройдет в Ледовом дворце «Айсберг». Ни минуты не сомневались, когда определяли место проведения нашего чемпионата России этого года. И когда это обсуждалось с полковием Федерации, все не то чтобы недоношно даже поддержали, а просто ни у кого не вызывало сомнений в том, что, наверное, это надо было сделать здесь. Но вновь вернуться в Сочи, вновь вернуться на лед нашего легендарного айсберга. Как рассказали на пресс-конференции, успех наших фигуристов на Сочинской Олимпиаде повысил популярность этого вида спорта. Сегодня в Краснодарском крае фигурным катанием уже занимаются 4000 человек. Еще до Олимпийских игр в городе Сочи был создан Центр спортивных видов спорта. И в этот центр было включено отделение фигурного катания на коньках. Безусловно, после триумфа Олимпийских игр у наших жителей города, у наших малышей, скажем так, детей, очень возрос, возрос, наверное, порядком в пять раз, возрос спрос к этому виду спорта. Интерес к фигурному катанию вырос и со стороны зрителей. По информации организаторов, билеты на соревнования раскуплены почти полностью. Например, только воскресные показательные выступления, которые закроют программу чемпионата, планируют посетить 7,5 тысяч зрителей. Кстати, в программе с показательным номером заявлен Евгений Плющенко. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.